Столь необходимая и привычная всем нам одежда тоже является направлением конструктивных искусств. Ведь она представляет собой объемную конструкцию, которая создается, опираясь на размеры и пропорции человека. Создание нового предмета одежды всегда начинается с художественно-конструктивного замысла в виде эскизов. Затем на их основе конструируются выкройки, особые чертежи отдельных деталей предмета одежды в натуральную величину или в масштабе. Благодаря выкройкам одну и ту же деталь или весь предмет одежды можно создавать бесконечное количество раз. Затем по выкройкам происходит крой детали, их вырезание из материала. Вырезанные части соединяются между собой и в итоге мы получаем готовый предмет одежды. Одежда во все времена была различна и именно она первой приходит в голову, когда мы слышим слово «мода». Однако «мода» — это совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной общественной среде в определенное время. В современном дизайне одежды существует два направления. Массовый, когда предметы одежды создаются во множестве экземпляров, и эксклюзивный, где одежда создается в единственном экземпляре по индивидуальным пожеланиям заказчика. В композиции костюма есть также два направления. Основное направление придерживается гармонии тела и костюма. В этом случае все формы и объемы соразмерны естественным пропорциям тела. Второе направление, которое сейчас находит массовое отражение в молодежной культуре, это принцип контрастной композиции. Здесь мы можем видеть предметы одежды, которые специально находятся в дисгармонии с пропорциями человека, акцентируя внимание на определенных частях тела или наоборот, скрывая его недостатки. Оба эти принципа конструирования костюма хорошо видны, если посмотреть на силуэты женской и мужской одежды разных времен. Силуэт – это обобщенное изображение формы костюма. Каким бы ни был эскиз костюма, в нем необходимо отразить принципы пошива, тип предполагаемого для использования материала и фасон. Фасон – это характер формы и расположение деталей костюма по отношению ко всему силуэту. Массовая одежда уже давно стала в определенной степени единообразной для мужчин и для женщин. Брюки, рубашки и даже галстуки – все это может быть предметом как мужского, так и женского делового гардероба. Такой процесс в развитии моды получил название «унификация». Хотя молодежь все же старается выглядеть индивидуально и ярко, решая непростую задачу создания интересного образа из отдельных, непохожих друг на друга вещей. К счастью, условия нашей жизни, такие как смена времен года, разнообразие типов фигур, различные социальные условия, позволили человечеству создать массу различных типов одежды, ее форм и материалов для конструирования. Все это позволяет нам найти в гардеробе не менее десятка вещей, которые в различном сочетании друг с другом будут рождать все новые и новые образы. Современная мода – это сочетание не только классических форм и материалов, но и заимствование образов или предметов одежды из спортивной, армейской или артистической сред, их умелое сочетание с классикой. Но главным во все времена остается одно правило – создавая свой образ, необходимо не забывать о принципах сочетания и гармонии. И, конечно же, помнить о правилах хорошего тона – в классический театр не ходят в джинсах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!